Итак, тема нашего сегодняшнего влияния – это средоустойчивые устройства связи под брендом JaneDar, которым на эксклюзивных правах занимается компания Pimatic. И сегодня я расскажу вам саму компанию, про модельный ряд, про новинки, которые поступили в производство в недавнее время. И, соответственно, поговорим немного про сертификации для взрывозащищенных телефонов, потому что тема актуальная, тема для нас, в принципе, тоже такая довольно-таки новая. И я расскажу, как в этой теме у нас движутся дела. Значит, про компанию. Компания JaneDar у нас существует 2009 года. У компании есть собственная производственная фабрика, на которой делаются устройства. Занимается компания выводом средозащищенных устройств, именно телефонов, в различных версиях. Также JaneDar – это один из самых профессиональных производителей подобного оборудования, средозащищенных устройств. На слайде вы видите производственную линию JaneDar. Так выглядит, соответственно, цех. На линии сборки у нас работают порядка 30 человек, сборщиков. Также у компании имеется собственный инженерный отдел, в котором производится разработка новых устройств, а также комплектующих для них. Потому что с недавнего времени, наверное, года 2-3 назад, Компания стала сама заниматься производством именно телефонов. Раньше JaneDar закупалась комплектующей у других компаний, то есть являлась им сборщиком. И вот здесь, соответственно, компания для себя производила все необходимое оборудование. Для этого, соответственно, у нас занимается, собственно, R&D-команда. Компания Epimatic, как я уже говорил, является эксклюзивным дрампом на территории России, СНГ и Украины. Мы, соответственно, подготавливаем всю необходимую сертификацию, тестируем эти устройства, проводим подбор оборудования как с конкурентом, так и просто под сырые запросы. Проводим также локализацию. А также у нас сработает техническая поддержка. Значит, по защите проектов. На сегодняшний день у нас существует планка. При заказе и при обращении от пяти телефонов мы осуществляем защиту проектов. Для этого нам, соответственно, потребуется название конечника, название партнера компании, естественно, и, соответственно, спецификация, которая планируется к закупке. По версиям телефонов, которые производит компания GNDAR. У нас есть четыре вида версий телефонов. Первое – это аналоговое исполнение, SIP-телефоны, телефон, работающий в сетях GSM и телефон, работающий в сетях 3G. Самым, наверное, популярным видом телефонов, которые у нас покупают и которые мы стараемся держать в достаточном количестве под маленькие проекты. У нас это SIP-телефоны, но также иногда у нас и появляется аналоговое исполнение. Вот именно версии GSM и 3G пользуются меньшим спросом, но, тем не менее, проекты по ним бывают и довольно-таки большие. Так что, если будет необходимость, обязательно обращайтесь. Также, помимо того, что я сказал выше, очень важный момент, который тоже стоит упомянуть. Компания GNDAR – очень гибкий производитель. И под специальные проекты, в принципе, наверное, даже от одной штуки можно будет сделать абсолютно любую кастеризацию. Можно будет сделать любой цвет, начиная от стандартных красных, синих, желтых, заканчивая какими-то совсем уж необычными такими, как фиолетовую, например, если такая необходимость понадобится. И также, соответственно, можно будет добавить любую функцию, которая нужна для клиента, для заказчика, и, соответственно, реализовать все задумки, которые запланировал конечный заказчик. Такой, конечно, проект будет отдельно рассчитываться, на него будет специальная цена, цена не поясовая, и там уже в зависимости от количества будет варьироваться в ту или иную сторону. Пример вот такого производства заказа, вот такой спецпроект, вы видите на своих экранах, это телефон, у которого помимо стандартных клавиатуры самого корпуса телефонной трубки еще добавилось, две функции, а именно это кнопка тангента push-to-talk, такая же, как используется на рациях, и добавлен еще динамик в самом телеустройстве, чтобы при общении была возможность разговаривать через громкую связь. Долго грузится у меня слайд. Также пример производства под спецпроект. Это у нас проект нары тысячи устройств в Горвегии. Здесь, соответственно, телефон разрабатывался для того, чтобы вмонтировать его в стойку и, соответственно, использовать для различных применений на связи. Естественно, еще помимо этого был добавлен LCD-экран для удобства использования. Переходя к линейке продукции, логически она у нас разбивается следующим образом. У нас есть три серии для промышленности, которые имеют вандал-защиту, высокую степень защищенности по IP, а также ИК, вандал-защищенности. Имеются варианты с крышкой, без крышки, и также отдельным таким подразделом является взрывозащищенные телефоны также вот этой вот сотой серии. Вторая серия – это GR200. Это уже общественные телефоны с трубкой. Они также имеют вандал-защиту, имеют защиту в IP максимально до I-55 и, соответственно, используются больше не в промышленных целях, а в общественных. Это вот те самые присловутые телефоны, которые вы можете видеть, например, на улицах Москвы. Такие вот телефоны общего пользования для экстренной связи. И третья серия – это GR300. Вызывные панели. У них отсутствует трубка. Они также имеют вандал-защиту, и степень защиты по IP у них достигает 65. Варианты, соответственно, врезные и накладные по именно самому телу устройства. По областям применения. Я уже говорил, сотая серия – это у нас больше промышленное применение. Это различные бурильные вышки, атомные станции. Там уже используются, как в первом случае, так и во втором используются взрывозащищенные телефоны. Там уже используются различные складские комплексы. Как на третьей картинке вы видите, комплекс, наверное, с углем, в котором стоит обычно, наверное, в порту для разгрузки данных ископаемых. Также часто в судоходстве, в туннелях, в шахтах, в метро. То есть все те применения, где самые агрессивные среды и самое агрессивное использование применяют, соответственно, телефоны серии GR-100. Значит, пройдемся по моделям. На слайде вы видите самые популярные модели, которые очень часто находятся у нас на складе в наличии. Слева направо смотрим, это телефоны с трубкой, с полной клавиатурой и, соответственно, с крышкой. Крышка закрывается полностью и, соответственно, позволяет достичь защиту и еще и устройств, которые находятся на самом корпусе, а именно трубка и клавиатура. Также к этому телефону есть разновидности с горным и маячком, либо и с тем, и с другим. И, кстати говоря, здесь есть такой нюанс, что при закупке этих телефонов важно прям сразу нам проговаривать, будет ли использоваться горн или маячок, потому что само устройство, устройство, которое находится внутри защищенного корпуса, необходимо иметь определенные доработки, чтобы иметь возможность испытать данных устройств, то есть нельзя взять просто телефон со склада, вот первый, который находится на картинке, GR101FKY, и к нему, скажем, впоследствии докупить горный маячок. Этого будет сделать уже невозможно. Вот это очень такой важный момент. Далее у нас идут модели, вариации моделей с кнопкой, и, соответственно, только с кнопкой и с трубкой на выбор заказчика. Так, следующий слайд. Имеется также серия без защиты, защита по IP у них, соответственно, пониже, IP66. Здесь также, как и в вариации с крышкой, имеются всевозможные вариации с трубкой, с клавиатурой, с горным, с маячком, даже есть модель с LCD-дисплеем. Вот как отдельная модель уже существует, то есть не надо ее дорабатывать. Если в случае с моделями с крышкой, там все-таки уже идет речь о каком-то спецзаказе, спецдоработке, потому что дисплея в стандартных моделях такой модели нет. И также разрезащитная серия, которая присутствует в серии GR100, называется она немножко по-другому, JREX, где GR100 означает промышленную серию, и X, это, соответственно, у нас explosion proof, английское переводится, взрыв за счет. Здесь, соответственно, у нас имеются вариации с крышкой, без крышки, с клавиатурой, без клавиатуры. На сегодняшний день вот такие модели. И плавно переходя к новинкам, у нас появилось в недавнем времени две модели. Одна из них, JREX, 105FK, LCD, это, соответственно, можно догадаться по картинке и по названию, это модель без крышки, с трубкой, с клавиатурой и с дисплеем. То есть такая уже унифицированная модель, которую можно заказывать, не отправляя это все на спецзаказ и на спецпросчет. И вторая, не менее интересная модель, это JREX 106FK LCD. И здесь уже немножко идет речь о видоизмененной конструкции, потому что слева у нас корпус телефона сделанный из алюминия, а справа у нас уже идет телефон, сделанный из пластика. Сделано, соответственно, это для чего? Сделано для того, что под некоторые проекты заказчики требуют телефон, изготовленный именно из пластика. Делается это для улучшения его взрывозащищенности, потому что при прикосновении, например, даже металлом, этот телефон не возникнет искры, и, соответственно, не появится ситуация, когда среда, в которой находится телефон, может воспламениться и возникнуть, соответственно, взрыв. Также, как и к другим моделям, здесь действует правило, что любой телефон может быть покрашен в любой из цветов на выбор заказчика. Но стандартными для 105 модели является оранжевый цвет, для модели 106 цвет стандартный, желтый. Дальше немножко проговорим про расшифровку взрывозащищенности. Она полностью указана у нас как на сайте, так и в презентации. Здесь у нас на сегодняшний момент есть два вида защищенностей, которые оборудованы наши взрывные телефоны. Это взрывозащищенные телефоны для газовых сред и для сред пылевых. То есть, какими могут быть пылевые среды? Среды могут быть, например, какой-то угольный склад, где помимо самого угля еще есть и какое-то количество пыли угольной, которая очень легко воспоминяется и, в принципе, является порохом. Соответственно, используется это оборудование. Наверное, сам слайд зачитывать не будем, но так хочу немножко пробежаться. Все в этом телефоне, помимо корпуса, а также трубка, сама клавиатура, а также внутренности. Они специальным образом все подготовлены для использования в соответствующих средах, то есть где есть возможность возникновения какого-то напряжения. Все элементы изолированы, залито специальными компаундами, которые никак не взаимодействуют с этими компонентами. И, соответственно, идет полная защита от возникновения искр, которые могут привести к какой-то очень неприятной ситуации возгорания либо взрыва. То есть сами телефоны, они не могут выдержать какой-то взрыв, но не поступят мужчиной, которая повлечет за собой этот взрыв. То есть по вине устройства не возникнет искра, которая повлечет за собой этот взрыв. В этом, собственно говоря, и заключается вся суть этого названия телефонов взрывозащищенной. То есть не устойчивая к этому явлению взрыва, а именно как устройство, которое не позволит этому взрыву случиться. Также, помимо самих устройств, есть еще и консуары, а это горн и маячок, которые, соответственно, можно заказать с этим устройством. И крепятся они, как показано, схеме, а с образом, то есть это не как к телефонам серии GR100, когда сверху просто приделываются эти устройства, и все отлично работает. Здесь уже идет такой некий третий узел связи, защищенная коробка, через которую, соответственно, идет подключение к этому телефону. То есть здесь все не так просто, как в серии GR100. Значит, изнутри GR100 выглядит примерно вот так. Это у нас, конечно, версия опциональная, которую можно добавить к вашим телефонам, которые вы заказали, и которые не находятся у нас на складе. Можно будет оснастить вот таким вот очень удобным сервисным экранчиком с кнопкой, который будет выводить какую-то сервисную информацию, которую вы запрограммировали на ЖК-панель, и, соответственно, вы будете понимать, что у вас происходит с этим телефоном. очень долго грузится слайд. Давайте я попробую параллельно открывать презентацию и с нее вам ее зачитывать. Это очень долго грузится. Дальше у нас слайд по примеру ИСТ. Здесь у нас показан вариант использования телефона, где, соответственно, очень агрессивная среда следа. Далее у нас применение телефона с звукозащищенной кабине, которая позволяет работать в очень шумных помещениях, таких как насосные какие-то станции или всевозможные ГЭС, ТЭС и ЕЖИСНИМ, где работает какой-то механизм и очень сильно мешает переговорам по этому телефону. Далее у нас пример использования в шахте. Это может быть шахта метро, быть какой-то переезд или, может быть, через какую-то гору либо какое-то другое подземное помещение. Здесь также у нас в таких коробочках на картинке показано, вмонтировали телефон, через который можно, соответственно, обходчикам этих путей созваниваться по каким-либо вопросам. Дальше уже у нас пример использования в России. Это наш проект, который мы делали на МЦК. Это станция площадь Гагарина. На самой станции, как вы помните, это такая закрытая станция, полуподземная, вы можете видеть вот такой вот наш промышленный телефон серии GR100. Кому вы можете ездить, посмотреть, какая у вас возможность появится. И дальше мы плаваем к серии GR200. Здесь у нас уже более простая область, более приближенная к повседневному использованию, где можно, в принципе, каждый день увидеть это оборудование, потому что не каждый из нас находится на каких-то промышленных предприятиях. Это банковская сфера, это могут быть центры, как я уже говорил, метро и так далее. Соответственно, в метро, если вы также пользовались метро, вы можете видеть, что при переходах со станции на станцию где-то в блоке расположены такие маленькие неприметные телефоны, через которые, соответственно, сотрудники осуществляют какое-то общение. Значит, по моделям. На слайде вы видите вариации телефонов GR, серии GR200, которые, соответственно, производятся в штатном режиме и которые можно заказать также у нас со склада. Имеются модели с трубкой, с трубкой и с клавиатурой, соответственно, различные вариации исполнения по цветам и саму материал. То есть здесь может быть не только металл под подкраску, но и прокатный металл, который имеет такую вот очень интересную, красивую поверхность. Значит, далее телефон может функционально показан на слайде с сервисным окном и, соответственно, кнопкой. В стандартной вариации, как я уже говорил, телефоны поставляются из этого сервиса. То есть в этой модели нужно специально заказывать эту доработку для этой модели. Ну и здесь, соответственно, времени различные вы также видите на слайде. Это вариант применения, насколько я помню, у нас в банке в Испании. Значит, далее. Также такая вот, может быть, не совсем очевидная сфера применения серии GR200. Это места заключения, как вы видите, переговорные комнаты для злых оборудованы специальными вандал-защищенными телефонами, через которые, соответственно, осуществляется сообщение по каким-либо вопросам, либо адвокат, либо, соответственно, родственники. Далее у нас серия GR300. Области применения здесь, соответственно, меняются. Также эти телефоны могут быть использованы на заправочных станциях, в торговых центрах, в лифтах, на каких-то медицинских учреждениях, где постоянно устройство нужно быть защищенным от внешних воздействий, каких-то химических реагентов, которыми осуществляют, например, помывку лабораторий. Также на парковках и на больших шоссе, хайлеях также можно использовать серию GR300. Поговорим более предметно о самих моделях общих телефонов GR, серии GR300. Здесь у нас, соответственно, имеется несколько видов. некоторые телефоны, как вы видите вот на первых картинках, это телефоны, которые вмонтированы в специальные колонны. Это вариант, соответственно, для использования у дороги, на каких-то хайвеях, местах остановки, где, соответственно, можно этим телефоном воспользоваться. Имеется вариация с солнечной панелью, то есть это полностью автономное решение, которое независимо от питания в тех регионах, соответственно, где солнечного света достаточно для того, чтобы запитывать энергию, аккумулировать ее и, соответственно, использовать 24 на 7 для совершения каких-то экстренных вызовов. Также имеются варианты врезные и накладные. Соответственно, врезные осуществляется врезка устройства заподлицо и сам корпус устройства не виден и накладные, соответственно, когда у нас устройство полностью вешается на, соответственно, стену. Дальше. Примеры использования. На первой картинке на этом слайде вы видите лифт, который находится в здании, в котором, соответственно, внутри находится вызовная панель, через которую можно осуществлять вызов диспетчера в той или иной аварийной ситуации. Далее вы видите на слайдах придорожные варианты. Сам последний слайд это автономное решение с солнечной панелью. И, соответственно, третья картинка слева слева это у нас тоже такой пункт связи, как я понимаю. Тоже с использованием телефонов GR300. Далее у нас идет наш проект, который мы делали в прошлом году. Это проект для компании Vector Bialgam. Это медицинская фоматистическая компания, которая осуществила закупку этих телефонов под свои лаборатории, под как раз-таки то применение, о котором я рассказывал, когда необходимо очищать полностью помещение различными реагентами и телефон, соответственно, должен быть защищен от таких воздействий. Приобрели, соответственно, серию GR309 с кнопкой вызова и полной клавиатурой. Далее у нас идет кейс такой уже очень интересный. такой мировой, нероссийского применения. Это колонны срочного вызова на базе армии США в Кувейте. Как вы видите, у нас здесь используется колонна, солнечная панель и сам аппарат, который находится в середине колонны, с помощью которого можно осуществлять какие-то вызовы. Значит, по техническим параметрам телефона. Телефоны в принципе полностью дублируют функционал обычных SIP либо аналоговых телефонов, либо, соответственно, 3G-GSM. Это полнодубль, кликсная связь, функция подавления эхо. Здесь очень важно для промышленных серии телефонов Ringtone, у которого, соответственно, идет мощность 80 децибел из динамика и, соответственно, что позволяет услышать человеку, который находится вблизи этого телефона, то, что идет, соответственно, вызов. И само, собственно говоря, применение, для чего эти телефоны созданы, для промышленного применения, наработка на отказ у данных телефонов более 50 тысяч часов. Также клавиатура для тех вариантов, когда в телефоне присутствует клавиатура, каждая клавиша клавиатуры могут быть запрограммированы под какие-либо срочные наборы, быстрые наборы, либо под какую-то функцию. Рабочая температура данных устройств от минус 30 до 65 и питание здесь, соответственно, у нас в зависимости от телефона и от комплектации различное. В вариациях, когда это у нас сип-телефон, можно испытаться по кое, но при наличии у этого телефона горно либо маячка, либо того и другого, осуществляется питание при помощи внешнего адаптера 5 вольт 1 ампер. Ну и, соответственно, характеристики, наверное, по сип-телефону зачитывать не буду, они довольно-таки стандартные. Единственное, что здесь две сип-линии, ну и возможность подключения телефона в режим моста гирляндой, это очень полезно для оснащения какого-то тоннеля, опять же, то есть телефон через себя свой сигнал дальше и на большом протяжении можно построить стабильность при помощи этой технологии. Дальше. Дальше идет слайд про то, что я сказал. Угнение телефонов с горным маячком осуществляется только через блок питания. К сожалению, мощность теплой не хватает для того, чтобы запитать и горн, и, соответственно, телефон. Блок питания, соответственно, у нас поставляется в комплекте с фонами, так что здесь не может быть никаких опасений, что его нужно где-то дополнительно искать. Соответственно, наши телефоны прошли совместимость с продуктами, которые есть в портфолио Pimatici, а также с продуктами, которые также существуют на рынке, а это 3CX, Yastar, Cotel и, соответственно, любые другие производители оборудования, с которым, соответственно, применяется оборудование J&R. Также, помимо самих устройств, у нас продается еще и Exim, это звукоизоляционные кабины, они имеют, существует два вида, вариант, который находится на слайде слева, это обычная кабина с быстрым доступом, который имеет, наверное, минимальную звукоизоляцию, и, соответственно, вариант более такой профессиональный и защищенный, это полностью такая оборудованная кабина, в которую можно зайти и, соответственно, воспользоваться услугами связи в какой-то шумной среде. В принципе, наверное, по презентации все. Единственное, что я забыл сказать, это в разделе про взрывозащищенные телефоны есть для осуществления проектов по России и, соответственно, миру и СНГ у нас есть от производителя сертификат АТЭКС международной взрывозащищенности, а также у нас в данный момент идет подготовка российского сертификата взрывозащищенности для того, чтобы эти телефоны могли использоваться на различных предприятиях, закупка которых происходит через тендеры с обязательным наличием этих сертификатов российского образца. сертификаты находятся сейчас, как я уже сказал, в процессе изготовления, поэтому в скором времени мы ожидаем, что они у нас наконец-то появятся, и мы, соответственно, сможем нашим партнерам, а вы, соответственно, как наши партнеры сможете предлагать доказчикам данные телефоны под проекты, где нужна определенная защита устройства от возникновения взрывов. Наверное, по презентации все, по информации, которую я хотел сказать, тоже. Если у вас остались какие-то вопросы, я готов на них ответить. Коллеги, если нет вопросов, значит, мы, наверное, на сегодня завершаем наш вебинар. Если у вас возникнут вопросы в процессе, либо чуть позже можете написать либо мне на почту, которую вы видите на экране, либо, в принципе, на любую общую почту компании Pimatic, либо вашему менеджеру, с которым вы работаете, менеджеру отдела продаж. Спасибо всем за то, что посетили наш вебинар. Соответственно, по новинкам, по сертификатам будем держать вас в курсе. Как только сертификаты появятся, обязательно сделаем рассылку, сделаем новость и объявим о том, что у нас теперь есть сертификаты, можно продавать взрывозащищенное оборудование. Всем спасибо, всем до свидания, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok